Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие Святого Василия Блаженного, Христа Ради Юродивого, Московского Чудотворца Святой Василий Блаженный родился в крестьянской семье около 1464 года в подмосковном селе Елохове, близ церкви святого Никиты Мученика, ныне это старая Басманная улица в Москве. Родители его звали Иаков и Анна. Когда мальчик подрос, его отдали учиться сапожному мастерству. Уже в это время он начал вести подвижническую жизнь и успел стяжать благодатные духовные дары. Когда ему было 16 лет, пришел раз в мастерскую посадский человек и заказал сапоги, которых бы ему хватило на несколько лет. При этом Василий странно улыбнулся. Когда заказчик ушел, хозяин спросил его о причине улыбки. «Если я тебе скажу, — ответил Василий, — то больше я у тебя не смогу оставаться». Хозяин стал настаивать. Тогда Василий сказал, — «Мне странным показалось, что посадский заказывает себе сапоги на несколько лет, тогда как он умрет завтра». Слова юноши сбылись. Но после этого он не захотел оставаться ни у мастера, ни в родительском доме. Он принял на себя подвиг юродства. Жилища у него не было. Он стал жить на улицах и площадях московских, среди шума и крика толпы, стараясь быть ближе к обездоленным, нищим и коллегам. Зимой и летом ходил он раздетым и притворялся лишенным дара речи. Василий ежедневно бывал в церкви на богослужении, а ночи проводил на папертях в молитвах. Подвиг этот продолжался 72 года до самой его смерти. Рассказывают, что, проходя мимо домов благочестивых людей, блаженный бросал в углы их камни, а углы домов, где бесчинствовали, целовал. Объяснял он это тем, что в домах полных святыни нет места бесам. Они стоят вне таких домов, и он видит их и отгоняет. А в дома, где бесчиняя, не входят ангелы, но скорбят, стоя вне их. И он приветствует и целует их, а вовсе не углы, как думают люди. В 1521 году, во время нашествия хана Махмед-Гирея, блаженный слезно молился в Успенском соборе о спасении Москвы. И вдруг он услышал во храме страшный шум и увидел летающее пламя. А от иконы Божией Матери Владимирской был глаз, возвещающий, что она вместе со святителями оставляет Москву. Блаженный усилил молитвы, и страшное явление прекратилось. А Махмед-Гирей, который успел уже сжечь предместье Москвы, устрашился видением множества воинов и поспешно отступил из пределов России. Царь Иоанн Васильевич Грозный любил и почитал блаженного Василия. Он не раз приглашал святого в свои палаты. Однажды во время обеда у царя блаженный трижды вылил вино в окно, говоря, что он гасит пожар в Новгороде. Оказалось, что в Новгороде в это время действительно вспыхнул пожар, но не успел разгореться, потому что какой-то странный ногой муж заливал загоревшиеся дома. Новгородцы, приехавшие в Москву после сего события, опознали в святом Василии этого мужа. Другой раз, во время литургии, царь размышлял о построении нового дворца на Воробьевых горах. Блаженный стоял в углу и наблюдал за ним. После литургии он сказал царю, «Я видел, где ты истинно был, не в святом храме, а в ином месте». «Я нигде не был, только в церкви», отвечал Иоанн. Но Блаженный сказал, «Твои слова не истинны, царь. Я видел, как ты ходил мыслью по Воробьевым горам и строил дворец». С тех пор грозный царь стал еще больше бояться и чтить его. Скончался Блаженный Василий 2 августа 1552 года в возрасте 88 лет. Перед кончиной посетил его царь с царицей Анастасией и царевичами Иоанном и Федором. И Блаженный пророчески сказал младшему из них Феодору, «Все, что принадлежит твоим предкам, будет твоим, и ты будешь их наследником». Сам царь нес гроб его до могилы, и от прикосновений ко святым мощам его многие получали исцеление. Всех же чудес, которые сотворил Блаженный по представлении своем, явлений и исцелений, происходивших на могиле его, описать невозможно. Святые мощи его и до сегодняшнего дня почивают в Васильевском пределе Московского Покровского собора, известного под названием Собора Василия Блаженного. Молитвами святого Блаженного Василия, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Собора Василия, Господи Иисусе Христе Божий, 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 Господи Иисусе Христе Божий,